Всем привет! В общем, к какому выводу я пришла, что это больше похоже на крокус весенний. И сейчас я попробую залить серединку желтую, а вот это сиреневым. Я не знаю, получится у меня или нет. Сейчас буду это делать. Ну, собственно, для чего мне была нужна вот такая вот маленькая формочка. Потому что из остатков, что у меня осталось, я залила сюда вот такие сердечки, чтобы добро не пропадало. Так что это, Тимур, очень интересно, что же получилось с формами. Так, аккуратненько, надо куда-то мне сердечки-то поставить. В общем, на самом деле, вот этот что-то дольше застывает. Вот, а вот этот вот, так, похоже, вот это похоже, что застыл. Нет, это нужно выворачивать. Вот это нужно выворачивать, поэтому я думаю, что это пока трогать не будем. А вот здесь вот, здесь вот скреплено. Так, ну где-то у меня в каком-то цветке силикон попало там сбоку. Ай, мне страшно, мне страшно. Любопытно и страшно. Так, это лишнее нужно убрать. Лишнее нужно убрать. Так, мне страшно, что получится из этого всего. Смертельный номер. Ай, я боюсь. Боже, по-моему, там что-то получилось. По-моему, что-то получилось. Красивое. Я боюсь это доставать, что оно сломается. Вау! У меня получилось! Вот у меня затекло. Видишь, Тимур, я говорила сбоку, вот тут дырочка. Вот, видишь? Вот сюда прорезано. Вот, прорезано. И сюда затекло. Но, в принципе, смотри, получилось клёво. Единственный вот этот косяк, потому что это был первый мой, первый цветок. И чуть-чуть лишкуя жёлтого. Но, сама идея, видишь? По сути-то, у меня получилось. Это первый мой цветок, девочки. Ну, понятно, что первый, блин, комом и чуть-чуть вот здесь вот жёлтеньким испачкался. Но, в принципе-то, в принципе, у меня получилось. Девочки, вот этот цветок можно переплавить, только он будет бледно-жёлтый. И можно его залить. Вот. Это лилия. В принципе, лилия может быть жёлтая, серединка может быть какого-то другого цвета. Ну что, я довольна. Если первый у меня получился, я думаю, что следующий тем более получится. Давай на аукционе продадим первый. Ай, Тимур, интересно, что я делаю вообще. Так, а вот это что у меня получилось? Ну-ка. Нет, это ещё не застыло, по-моему, Тимур. Мне кажется, это ещё вообще тёплое. Короче, чем больше формы, тем дольше остывает. Зато он на руках очень быстро остывает и на столе. Я думаю, не надо портить, пусть ещё постоит. Хотя, муж, я когда заливала, я уже испортила. На мороз, кстати, я не знаю, девочки, кто этим занимался, напишите, можно на мороз вынести или нет, чтобы быстрее. Я слышала, кто-то девчонки говорили, в холодильник ставили. А может быть, наоборот, оно когда медленно застывает как-то лучше, я вот не знаю вот этих вот нюансов. Так, вот это, ну что. Я прям не знаю, как вот это выворачивать. Потому что она не разрезанная, эта форма. И как же отсюда доставать? Мне кажется, что она очень мягкая и у меня сломаются все. А, мне кажется, они сломаются. Ай, ай. Вау, девочки! У меня получилось! И даже серединка не размазалась. Ура! Кстати, все равно надо дать еще застыть. Мягкая. Могла бы сломать. Не надо торопиться. Ну, у меня же горит. Мне же горит вам показать. Наоборот. Не сломала. Теплая. Она еще теплая, она не остыла. Поэтому не сломалась. Нет, нет, Тимур, она не сломается. Она должна остыть. А у меня теплая она в руке. Смотри, серединка не размазалась, видишь? Только вот эту серединку нужно делать вот такую желтенькую. Вот. Но с цветами нужно, конечно, еще поиграть с цветами. То есть, слушай, а смотри, какие здесь мелкие вот эти тычинки. Смотри, как сделана форма. Девочки, форма обалденная. Смотрите, мелкие-мелкие трубчатые вот такие тычинки. И как они не сломались, когда я вытаскивала, я не знаю. Вот мастер наш, это, вот мастер как делает форма какая-то, видишь? Другие формы, они как-то топорно сделаны. А эти формы сделаны прям натуральные, как лепесточки. Вот. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Вот это вот пион. Вот. Его нужно сделать малиновый, допустим, а серединка желтая. Это просто я, чтобы краске пока не мешать на первый раз, сделала как проще, залила белым. Вот. Так, ну что? Красиво. Мне нравится. Сейчас еще сердечки застынут. Вот. Так, ну что? Я переплавила этот белый крокус. Это еще рано. Рано думаешь? Это недавно, что я его взял. А, он простенький. Прозрачный быстро застывает. Прозрачная основа быстрее почему-то застывает. Нет, давай, пока на мороз не будем. Силикон отрежу. Силикон, да, не надо резать, зато силикон отрежу. Формы дорогие. Так, по-моему, я сейчас крепила неровно, нет? Или ровно? Ну, по-моему, скрыть. Так. Так. Это я и разными заливала. Там белая основа. А потом мне не хватило, я долила сверху прозрачный. В общем, нужно больше основы растапливать. А я еще пока не знаю, сколько на цветок нужно основы. Очень страшно вытаскивать. На самом деле, это самое страшное. Даже страшнее, чем заливать. Вот. Видишь, я про что говорила, что у меня в серединке попало. Но это все можно счистить. Вот. Два. Ну, это мягко. Еще рано я тоже вытащила. Тимур, это рано. Хорошо. Нет, не хорошо. Когда оно плотное, оно не ломается. Оно прям круто вытаскивается. Но я и это, конечно, не сломала. Вот. Но вот это все можно очистить. Но смотри. Ты видишь, Тиму, что у меня получилось? То есть, желтая серединка и краешки сиреневые. Я думаю, что если на первый раз, вот это все очищается. Вот это лишнее. Вот. Видишь, оно еще не до конца застыло. Я думаю, что если у меня на первый раз так получилось, то дальше будет еще лучше. Как паучи. Клево. А вот еще будет нарцисс. Самый сложный будет нарцисс. Мне кажется, он у меня не получился. Так. Ну что? Я прям не знаю. Вскрывать нет. Вскрывай. Тимуру понравилось. Если испортилось, ты мне еще основу купишь, да? Чтобы я игралась. Тимуру тоже понравилось. Так. Ай, потекло. Ай, потекло. Все. Короче, это, я думаю, испорчено будет. Мне так кажется. А это тем более позже залито. Ладно, ждем. Видишь, потому что здесь много. Видишь? Здесь много, поэтому. Так, ну что? Я хочу еще. Я хочу. Смотри, Тимур. Я хочу вот этот вот цветок. Вот этот вот сделать пионом малиновым. Желтый. Серединку желтый, а пион малиновый. Так, ну что, я буду дальше играть, а потом вам в конце покажу, что получилось. Так, ну что? После таких долгих стараний, посмотрите, что у меня получилось. На мой взгляд, для первого раза получилось очень даже шикарно. Я вообще это делала впервые. И смотрите, что у меня получилось. Это вот такая лилия. Вот здесь серединка просто обалденная, вот трубчатая. И помните, эта лилия у меня не получилась, у меня расползлось все. Я переплавила ее. Говорила, первую надо оставить. Нифига, не хочу я брак оставлять. Я ее переплавила. Смотрите, вот такая роза. То есть вот здесь вот краешки. Сначала я залила белым, а потом сразу залила вот таким вот желтым. То есть получился плавный переход. Вот понимаете, мне даже скучно было вот одним цветом заливать. Хотя эта роза классно бы смотрелась даже одним цветом. Но поскольку я не ищу легких путей, мне всегда надо что-то усложнить. Вот поэтому вот такая получилась роза. От того, что она двухтоновая, краешки светлее, а серединка желтее, она выглядит вообще шикарно. В общем, вот такая прелесть. Еще я залила розу вот такую вот нежно-розовую. Также сначала белым пролила, а потом розовым. Но она, видите, еще долго остывает, горячая. Вот эта роза из-за того, что она очень толстая вот здесь вот, да, она дольше всех застывает. Вот. Дальше что у меня получилось? Нарцисс. Нарцисс очень тяжелый. Кстати, формочка была нарцисса помельче, мне продавец сказала, возьмите помельче. Но мне надо было цветок, так цветок, понимаете? И получился вот такой огроменный нарцисс. Я не знаю, сколько здесь грамм, но грамм 60-70 точно есть. То есть я не знаю, какой букет должен быть вот из таких огромных цветов. Наверное, здесь должно быть, например, три нарцисса. И вот смотрите, какая зеленушка красивая. И вот такая вот зелень. Я думаю, что это вот такой будет вариант букетика из трех больших нарциссов. Смотрите, смотрится прям замечательно, да, как живые. Вот. Пять нарциссов, это, наверное, уже будет по весу очень большой букет. Я не знаю, дорогой ли. Я по цене вообще еще не смотрела, но я хочу сказать, что материалы уходят очень быстро. Особенно красители. Больше всего мне понравилось работать с белой основы. Прозрачной у меня практически нет здесь. Я пополам смешивала. Вот, допустим, я пополам смешала белую, прозрачную и добавила розовый пигмент. И посмотрите, какая получилась красивая. Хотела сказать, роза. Очень похоже, да, на шиповник. Вот. Но на самом деле это такой пион. То есть, есть прям пион сильно махровый. Там тоже такой был. Но мне понравился вот этот желтый серединка. И он как-то смотрится эффектно. И вот, смотрите, это точно такой же вариант этого же пиона. Но вот с такой зеленой прозрачной серединкой. То есть, вот это прозрачная была основа. Вот, смотрите, две одинаковые формы. Но какие два разных получатся букета. Такой и такой. Конечно же, там и георгины, там и тюльпаны. Там все, что угодно есть. Но каждая форма стоит в среднем 500 рублей. Поэтому в будущем, конечно же, я планирую все это покупать. Если это дело у меня будет на постоянной основе. Конечно же, я куплю. Но посмотрите, какой классный бутон. Я думала, это вообще бутон. Вот, думала, закрытый бутон. Но на самом деле, это вот такие прекрасные крокусы. Как раз к весне, к 8 марта, можно будет сделать букетик из крокусов. И вот, видите, серединка получилась. Крокусы бывают сиреневые. Такие нежно-сиреневые, белые и желтые. То есть, можно... Вот еще нужно сделать промежуточный тон. Такой светло-сиреневый. И будет прекрасный букетик вот из таких крокусов. Я, собственно, вот разную взяла травку, чтобы добавлять в букетики. Но, как видите, для первого раза у меня все нормально получилось. Из остатков я заливала вот эти сердечки. Собственно, для чего я и взяла эту форму с сердечками. Вот так у меня получилось. Вот, кстати, где прозрачную основу я использовала. Вот, видите, здесь белое с прозрачной смешано. А здесь только прозрачное. И чуть побольше краски. А цвет один и тот же. Вот. И вот получилось вот так. Затем вот так. Но я испортила пипетки. Вы знаете, что для меня было самое сложное? Это пипетки. Я попыталась... Когда они внутри застывают, там мыло застывает, я начинаю разогревать. Короче, у меня их нельзя греть в микроволновке, они плавятся. В общем, с пипетками у меня не заладилось. Поэтому я на Алиэкспресс заказала 100 штук пипеток. Но для того, чтобы продолжить работу, мне надо завтра сбегать и купить еще пипетки. Вот. В общем, вот такое получилось мыльце. Вообще, вот такие вот... Вот эти вот, смотрите, еще вот остается, да. Это нужно все счистить. Вот лишнее нужно все убрать. Вот так вот подчистить. Вот это я обязательно сделаю. Вот. В общем, допустим, вот тут получилось идеально, потому что пипетка была. Здесь уже пипетки не было. И я, видите, как просто заливала, и получилось неровно. Вот. Что нужно сделать? Вот эти, конечно же, я переплавлю. Вот эти вот розовые я переплавлю. Вот. И сделаю просто розовый цветок. Вот что мне нравится здесь в мыле. Что здесь испортить практически невозможно. Если даже ничего не получается, все вместе переплавляешь и заливаешь вообще в простую форму, и все, и берешь, и моешь руки. Вот. Вот, видите, первый раз я неправильно залила. Но вот такая проба у меня была заливка слоями. Видите, слоями ровно как получилось. Вот. Слои сцепились прекрасно. Потому что бывает, что они отходят. У меня все получилось. Вот такой цвет. Это я смешала все, какие были остатки. И долила формочку. И получился вот такой цвет. Я Тимуру говорю, смотри, какой цвет получился. Странный. А он говорит, что это странный? Говорит, мыло как мыло. Ну, в общем, Тимуру вообще все равно. Но вот, так что, вот, еще тоже я такую основу тут чуть-чуть долила, да, получилось. Вот смотрите, вот эти сердечки для чего можно делать. Допустим, вот у меня маленькие коробочки. Я, кстати, не знаю, уместятся ли мои формочки вот в ту коробочку, которую я купила. Они есть разного размера, но мне интересно. Сейчас померю. Так, с коробочкой у меня вообще не заладилось. Я так сильно устала, что я не соображу сейчас, как ее сложить, склеивать ее, или она сама держится. Так, ну ладно, мне главное сейчас размер померить. Допустим, вот эта лилия, она высокая. А вот эти вот цветы, они как раз плоские. То есть, вот получается, что вот такой цветочек. И, допустим, вот так вот сердечки. Так, ну это яркое, наверное, это сюда не очень подойдет. Сюда вот какие-то белые, розовые. Посмотрите, какой получается красивый подарочный набор. Вот, можно белые, можно розовые. Ну, понятно, что сюда тогда что-то еще зелененькое вот надо. Ну, то есть, по цвету их можно подбирать. Вот это можно было сделать с желтым, раз тут желтая серединка. Ну, собственно, я для этого взяла маленькие сердечки. Получается, что вот эта коробочка, она классненько вот сюда подходит. Только соображу завтра, как мне ее закрывать. Вот такой получился нежный набор. Вот, так что, ну что. Я думаю, что для первого раза прекрасно. С цветами нужно, с цветом нужно еще поиграть. Там нужно как-то приспособиться, что с каким сочетается с цветом. Вот, еще не все пигменты я попробовала. Но я думаю, что все прекрасно получится. Вот, и еще в завершении нам бы с вами открыть вот эту вот. Сейчас попробую. Не знаю, потечет, нет. А то я раньше времени открываю. Открываю вот эту розу раньше времени. И она течет, потому что она толстая и дольше всех застывает. Но мне же не терпится, мне же горит. Нет, она еще вон там. Я вижу, краешки еще теплые. Она не течет, но краешки еще не прихватились. Так, а я вытащила вот эту розу. Посмотрите, я сделала краешки белые, а вот здесь нежно-розовые. То есть она тоже такая двухтоновая. На камеру сейчас плохо вам видно. Вот, видите, внутри она розовая, а краешки белые. Девчонки, у меня получилось. Смотрите, как здорово. И желтая такая, и вот эта вот бело-розовая. Мне вот такие нежные очень нравятся. И вот так в сочетании, мне кажется, тоже будет красиво смотреться. Ну, вообще, я довольна тем, что у меня получилось. И вообще занятие мне очень понравилось. Ну, правда, оно хлопотное, конечно. Ну, очень занимательное, интересное. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Большое спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok